В следующем году исполнится 10 лет с тех пор, как в Мурманской области больных онкологии стали лечить при помощи фотодинамической терапии. Проще говоря, светом. Что из себя представляет эта методика и кому она показана? Фотодинамическая терапия основана на применении светочувствительных веществ и света определенной длины волны. Препарат обычно вводится внутривенно, а затем больной участок облучается с помощью лазерной установки. Спустя какое-то время опухоль исчезает без всяких операций общего наркоза и долгой реабилитации пациентов. Учитывая, что контингент, особенно с раком кожи, это зачастую пожилой, с массой сопутствующей патологии, которая имеется довольно много противопоказаний для хирургических вмешательств, в том числе под общей анестезией, то здесь нас очень выручает фотодинамическая терапия. С помощью фотодинамической терапии лечат в первую очередь рак кожи. Также эта процедура показана онкологическим больным с опухолями трахеи и бронхов желудочно-кишечного тракта. Она применяется и в гинекологии. Здесь коллегиально решается вопрос в том, что если какие-то другие методики проводиться не могут, то проводим уже фотодинамической терапии с помощью наших врачей-эндоскопистов. Не только мы участвуем, это делается посредством проведения манипулятора через эндоскоп. Как попасть на эту процедуру? Обычно, если речь идет о раке кожи, то на первом этапе его может заметить у себя как сам человек, так и терапевт в поликлинике. Далее пациент получает направление в диспансер, где ведут прием лучшие доктора-онкологи. И после гистологических и цитологических анализов становится ясно, злокачественная или доброкачественная эта опухоль. Да, конечно, результаты нам нравятся. Иначе бы мы не занимались бы этим. Как правило, в 90% случаев больным с базально-клеточным раком кожи прописывают фотодинамическую терапию.